Ну что, друзья, всем здарова, с вами я, Пандос Фиксающий, и сегодня я подведу итоги Кубка Фиферов, свои личные итоги. Самый главный итог данного Кубка Фиферов, что я его провел не хуже, чем предыдущие. В предыдущем, если вы не помните, я отлетел от Акула за шаг до выхода в плей-офф. Все, конец, 3-1, Акул идет дальше. И, конечно, было грустновато. В этом я поставил себе задачу минимум, это выйти в плей-офф. Для меня это личное достижение, хоть Серега и говорил, что надо, ты со своими руками должен проходить минимум до полчаса. Полуфинала, ну, камон, блядь, как бы я ж не с бомжами какими-то играл. Касаемо тех, от кого я отлетал, это, собственно, Белка, который был в 1-4, собственно, Мосс и Ставр. И Мосс и Ставр дошли до полуфинала, то есть я отлетел не самым стыдным ребятам. А Костя Ставр, что, поздравляю, это, конечно, было легендарно. Весь Кубок Фиферов он провел без единого поражения. Да, можно тут вседовать на то, что его пик был слишком жесткий, хотя я об этом тоже говорил, типа, Костя Ставр, тот еще чел, он в первом дивизионе играет, чтобы вы понимали. То есть то, что он не снимает FIFA, это ни о чем не говорит. Соответственно, проиграл ему 2-1. Тоже не стыдно, вполне себе хороший матч у нас получился. Белку, в принципе, я, наверное, мог бы тоже обыгрывать. Обидное поражение, конечно, было. Но, опять же, без разгрома. Поэтому, какой итог можно подвести, что, в принципе, этот Кубок Фиферов довольно-таки неплохо провел, как я считаю. Хотя, да, опять же, Серега говорил, что я там сам ошибся, сам там пытался какие-то забросы делать. Эти забросы у меня реально проходили. То есть, ну, не сказать, что каждый раз, но периодически они у меня залетали. Поэтому, Серега, блин, ты сам-то, блин, ошибся и отдал победу Клену. Вот именно в этом моменте. То есть, как бы, вся наша игра строится на ошибках. Не ошибись ты здесь в моменте с Видалем, возможно, ты был бы в финале. Касаемо моей команды. Уругвай, казалось бы, топовая команда. Но, если посмотреть, блин, нет каких-то супер-метовых карточек, которые, ну, прям юзабельные в этой части FIFA. Ну, и плюс, нет челов, в которых было бы 5 звезд на финтиках. Знаете, это имба в данной части FIFA. Ну, и отдельный респект Яшников за то, что они завезли мне година через 3 дня после того, как я вылетел с этого самого Кубка Фиферов. Потому что именно вот этот вот Маяда эти, вы помните, ошибся в том самом моменте, где нужно было перекрывать мяч от, собственно, Белки. Возможно, если бы именно здесь был бы Годин на правом фланге, не было бы такой херни. Статуи у Година, ну, вы сами посмотрите, просто топ-пушка. И очень жаль, очень жаль. Сейчас уже, конечно, бессмысленно об этом говорить. Но мало ли, мало ли. Возможно, именно эта карточка бы и зарешала бы в том самом моменте. Друзья, 1 числа стартуют отборочные матчи чемпионата мира. И сборная России, великая сборная России, будет играть против сборной Хорватии. И свою ставочку можете зарядить по закрепленному комментарию моих постоянных спонсоров. Это легально. Букмекерская контора Бэтбум. А если используете мой промокод, то получите халявные фрибеты. А если вам нужны монетки, мой личный сайт PandaCoin к вашим услугам. Ссылка будет в описании. Касаемо самих соперников. Очень мало челов, с которыми я действительно хотел бы сыграть. Вилсакон, ну, тут был проходной матч, очевидно, с фаворитом я вообще играть не хотел. С Костей Ставро тоже не очень. Мосс, ту же копилочку, с кефиром. Но это лучший матч Кубка Фиферов. Наверное, вы смотрели итоги у Сереги и видели то, что это получился по итогу лучший матч этого самого Кубка Фиферов. Но просмотров почему-то не так много. Всего лишь 152 тысячи. Сип с Каной я тоже как бы не очень горел желанием играть по итогу. Получается, что, по сути, вот за весь Кубок Фиферов у меня был один соперник, с которым я действительно хотел сыграть. Это Серега Кефир. Касаемо самой команды, не сказать, что я был прям сильно удивлен. Вау, вот это уругвай. Ну, типа, не чувствовалось прям какая-то нереальная имба от этой команды. Да, были челы, которые решали. Это вот, в частности, Кавани. Лучшая карточка. Ну, в какой-то момент он даже был лучшим бомбардиром на этом Кубке Фиферов. Ну, а в остальном, ну, типа, Росси ок. Типа, прикольная карточка. Но, опять же, не мета. Суарес, типа, заебумба. Но при этом какие моменты он периодически руинил, это прям вообще капец. Но, опять же, на фоне некоторых игроков, наверное, моя команда смотрелась топово. И всем казалось, что с этой тимой я должен и обязан проходить там в полуфинал. Но не фартануло. Не повезло, как говорится. Ну, и да ладно. Учитывая, с какими соперниками я встречался. Опять же, я вам напоминаю. Меня обыгрывали два полуфиналиста Кубка Фиферов. Два, это Мосс и Ставр. Ну, и штампоне, который отлетел лишь от победителя данного Кубка Фиферов, от Ставра. Поэтому, ну, какие ко мне вопросы? Мне вообще не должно быть стыдно. Потому что челы, которые меня обыгрывали, это прям реально лютые типы. Ну, и, собственно, давайте этой командой мы сейчас залетим в Division Rivals. И попрощаемся с моим уругваем. И поставим такую приятную точку в этом самом Кубке Фиферов. Ну, и также интересно будет послушать ваше мнение по поводу моего выступления в данном Кубке Фиферов. Поэтому черканите что-нибудь в комментариях, а я с удовольствием почитаю. Так, ну и давайте посмотрим, что же соперник у нас тут будет. Ага, понятно. Интересная команда. В следующем сезоне вроде как уже не будет пиков. Будет интересно посмотреть, что там Серега придумает. Так, нифига, тут Гомос меня разваливает. Это 1-0. Добрый вечер. Угу, хорошо. Так, вот, смотрите. У меня забегает Ковани. Вот сейчас, мне кажется, залетит гол. Чекайте. Чекайте, чекайте, чекайте. Чекайте. Ха! Серега, блядь! Серега, вот что я хотел сделать на Кубке Фиферов все это время, блядь! И как же это иронично, что это у меня получается в Division Rivals. Вот, туториал, как должны были залетать голы у меня за Ковани. А то многие писали, да ты, блядь, херню какую-то делаешь, зря мяч теряешь. Вот, пожалуйста, залетело. Получается, ну, опять же. Я в охуе просто чел с центра прошел. Блядь, какая охуенная игра. Вы только вдумайтесь. Я забиваю, блядь, с этой хуйни. И чел просто с центра поля забивает мне из киков. А окей, вторая попытчика. А вот вторая попытчика уже не очень. Так, ну, так или иначе, несмотря на то, что там Шевченко пробежал с центра поля, вы видели, что эта херня действительно работает. И она залетает. Но, к сожалению, на самом Кубке Фиферов, блядь, у меня ни разу не получилось. И многие думали, что я просто сумасшедший и занимаюсь какой-то полной херней. Не, ну, конечно, дисбалансно вот так вот играть уругваем против каких-то нереальных карточек, которые сейчас в Фифе присутствуют. Поэтому, да, соперник меня просто разъебывает. 3-1 уже счет. Так, Суарес. У-у-у, Суарес, хороший файнест-то. Давай-давай, Суарес, беги. Суарес, хорошо бежит. Суарес, ну-ка! Не, он прям голкипер решил уебать. Ну, есть у меня такая проблема с выходами 1 на 1. Я как-то немножко мудрю. Так, там Кованич. Или Росич! Ну, это штанга, блядь. Ну, просто охуительно. Ладно. Я вас понял. Еще, конечно, большая проблема была с моим уругваем в том, что у меня не было ни одной замены адекватной. То есть, за весь кубок Фиферов, чтобы вы понимали, я не сделал ни одну замену. Ни одну. Просто некого было выпускать. Ох, какая передача прошла. Ну-ка. Роси! Да, блядь, да что вы будете делать, уебаны, блядь! Что за хуйня у него там на воротах стоит, блядь? Все нахуй тащит, блядь. Так, Суарес. Суарес! На, нахуй, блядь. Три-два. Наконец-таки, блядь, начали реализовывать свои моменты. Ну, и, конечно же, по традиции, чел всю заставку посмотрел. Просто, блядь, всю. Ну, и, конечно же, у него три удара в створ и три гола. Красота. Кавани! Да ты что такое, блядь? Что у него на воротах, блядь? Хули он так тачит? Ох, какой хороший пас на Кавани. Кавани, только попробуй здесь не решить. Блядь, я не знаю, ребята. У меня какая-то огромная проблема с выходами один на один. Я вот просто три выхода один на один проебал в этом матче. Дайте совет какой-нибудь. Что я, блядь, делаю не так нахуй? Почему у меня игроки ведут себя как долбоебы, блядь, когда встречаются с голкипером? Давай, давай. Ну, блядь. Ну, еще один выход один на один. Можешь балл ролл сделать или вот так вот. Вот так вот нужно было делать, ребята. Просто бодипайн. И все. 3-3. 75-ая минута. Росси. Росси забивает. Так. Вот давай без этих приколов, пожалуйста, друг. Ну-ка остановись. Опа. Росси. Росси. Файнесс. Хорош, Росси. 4-3. Вот вам и камбэч. Нас 3-1 закамбэчил. Чекайте. Так, соперника. Там тройная замена. Неймар побежал. Блядь. Ну, ты серьезно? Это что за новая фича такая с центра поля бегать? Эй, FIFA 15 уже не актуально. Я в шоке, блядь. На-на-нахуй, блядь. Ну, окей, хорошо. 4-3. Так или иначе. Красиво. Прощаемся со сборной Уругуая. И таки, блядь, я забиваю этот гол, который я хотел забить на протяжении всего Кубка FIFA. Вот, ребята, как должно было это выглядеть на самом деле. К сожалению, у меня ни разу это не получилось. И опять же, иронично, что именно в Division Rivals в каком-то рандомном месте я забиваю. Ну, и соперника, конечно, да. Все мои фичики свои использовал. В трон-тайме он практически ничего не показал. И 4-3. Вот такой красивый камбэк и красивое прощание с моей родной уже сборной Уругуая. И, в принципе, опять же, если отталкиваться от полного выступления, я в целом доволен. То есть, задача минимум выполнена. Хоть кто-то от меня, наверное, ожидал чего-то большего. 7 игроков с рейтинга 81+. Не знаю, за что дали мне этот пак, но давайте смотреть. Может быть, что-нибудь прикольное упадет. Волкаут есть. Это вроде как ТОЦ, Испания, ПФА, Васкис какой-нибудь. Да, это Васкис. Ну и давайте, ребята, зафиналим этот видеоролик пакцом с 10 игроками 90+. 90+, ребята. То есть, тут что-то прикольное прям может не упасть. Так, смотрим на волкаут. О, это у нас ТОТИ, ребята! ТОТИ, давай француза! Нет, это Мануэль Нойер. Так, Мануэль Нойер. Первая карточка. Такое себе. Облак. Отлично. Просто собрали джекпот 2, голкипера 96+, Нани. У меня есть уже его темная версия, поэтому не очень интересно. Филлипс. Санчес. Сейчас лучше бомбардир Кубка Фиферов или не лучше? Я уже запутался, кто там лучше, кто не лучше. Махле. О, боже, какое говно, блядь. Да. Вот вам и 90+, 10 карточек. Просто все фул говно, блядь. Ну и Нандес дубликат у меня. Кстати, я его продать могу. О, нормально, в плюс вышел. Ну и, в общем-то, ребята, вот на такой ноте заканчивается мой путь Кубку Фиферов. Точнее, он уже закончился чуть раньше, но в целом ролики по Кубку Фиферов на этом заканчиваются. Сборную Ругвай я на память оставлю. Не буду, наверное, продавать эти карточки. Играть я за эту команду вряд ли уже когда-то буду. Но, в целом, как память, зайти там через 5 лет, поностальгировать. Кстати, о ностальгии. Не хотите серию роликов, как обычно я это делаю, по старым частям Фифкам? Мне, допустим, вот интересно зайти даже в 20-ю Фифу и посмотреть, что у меня там вообще по карточкам происходило. Потому что за этот год у меня вообще все нахер из головы выветрилось. Ну и в целом, посмотри, как эта Фифка играется геймплейно на данном этапе. В общем-то, все. Жду ваши комментики. С вами был я, PandosFX. Спасибо, что смотрите меня. И всем хорошего настроения. Чао, каково.